Что мы запомнили, что мы усвоили, на чем остановились? Я ничего не помню, ничего не знаю. То, что скажете, я вспомню. Какая глава у нас? Читая. О, знаем. А какую книгу мы читаем? Моградная. Нет. Как она есть? Так, а чем он отличается от других бхагавов? Самый правильный. Почему он правильный? Такое, что есть. Из искажений. Без искажений. А в чем искажения? Санскрит, знаете, язык многозначный. Можно перевести столько вариантов, может быть. Почему именно это? Бхагавадгита. Для этого автора свое выставляет личность. Отодвигая личность, пишет. Личность Кришны. Вот. Здесь личность Кришны установлена как в Бхагавадгите. То есть он рассказчик Бхагавадгита, источник знания Кришны. Так, и что же мы с вами прошли уже? Остановиться на 34. 34 текст? Ну давайте подведем как бы к этому 34 тексту те знания, которые были описаны в предыдущих стихах. О чем шла речь? О жертвоприношении. Так, жертвоприношении. Что такое жертвоприношение? Это, что когда мы делаем для доводки отмечения. Это деятельность без желания плодов. Нишкам, карма. Так называется. Нишкам, карма. Это желание кармы. Нишкам, карма. Называется. Или карма, йога. Это наука жертвоприношения. Она описывалась с какой главы начинается? Во второй давались некие намеки, и она стала более подробно описываться в третьей главе. Потому что Арджуна понял двусмысленность утверждений во второй главе. С одной стороны нужно действовать, с другой стороны нужно быть трансцендентным. Как совместить это все? И в третьей главе описывается суть жертвоприношения, ягья. Что такое ягья? Ягья из имен Бога. Ягешвара. Это имя упоминалось в этих предыдущих главах, стихах. Ягешвара. Ягешвара. Тот, кто принимает жертвоприношение. И тот, кто устанавливает благодетствие. В начале творения. Что Господь сказал живым существам? Он создал кого? Вместе людей-полубогов. Для чего? Для совершения ягьи. Вот, вот, вот. Сейчас мы проясняем ситуацию. Для этой цели были созданы люди-полубоги вместе. Полубоги считаются выше. Но почему они выше? А согласно контексту ягьи. Почему они выше? Потому что они могут эту ягью предложить Кришне. Поэтому обычные люди, которые не имеют отношения с Богом, с Кришной, они предлагают полубогам. Через стихию, которую они могут воспринимать. Вот, стихии земные, они могут понимать, есть высшие силы. Так, даже аборигены поклоняются высокой горели, там, молнии, грому, солнцу. То есть люди понимаются в зависимости от стихии. И так приходят к пониманию полубогов. Это языческая культура ещё называется. Многобожия. Здесь целый пантеон полубогов. И в Писании говорится, какие желания хотите исполнить, можете обратиться к тому или иному полубогу. И он исполнит эти ваши желания довольно быстро, как говорит собака, вот дети. Но суть в чём? Чтобы эта ягья дошла до ягьи-швары. Ягьи-швары. То есть до источника всего. И вот полубоги передают это жертвоприношение. И даже пища должна быть жертвенной. Пройти через ягью. Почему? Иначе равняется все греха. Иначе мы вкушаем грех или карму, мы говорим. То есть всегда едят только освященную пищу. Это признак преданных. Это признак того, что человек духовен. Он всегда ест только освященную пищу. Значит, он не будет есть неосвященную пищу, или пищу, которая не годится для жертвы. Также мы смотрим, что же Кришна хочет, какую пищу получать. И овощнавы говорят. Плод, листок, цветок, немного воды. И вот плод, цветок, росток, листок. Это злаки могут быть, это фрукты, овощи могут быть. Это молочные, это вода. То есть целая культура появляется из этих нескольких моментов, памятных Кришны. Это культура очень изысканных вкусов, очень возвышенных чувств. И она не требует никакого насилия. Практически никакого насилия. Вот Кришна таким образом даёт им этот путь. То есть уменьшение кармы, облегчение этих страданий. И путь, это приношение очищает душу от всей, сжигает, сжигает так. Но к чему приводят все эти яги? Мы в четвертой главе описывались различные виды яги. Кто вспомнит, какие есть виды яги? В целом можно разделить на три категории. Яги для тела, для ума и для разума. Так, комментарии Абрубады объяснят. Три категории. И Брамачайри жертвует чем? Слухом. Греховским. Языком. Вонопраски. Санясь. Да, ум, речь и тело, санясь и всё отдаёт. Так, это полное яги, завершается, завершение яги. Итак, каждый уклад жизни совершает определённую яги. Как он умеет, в зависимости от его разума, его уровня развития. Всем предписаны яги, согласно Варнашам, Адхараме. Варне и Ашраму это предписаны, это яги всё. И далее, это тридцать второй текст, мы сейчас его напомним. Тридцать третий, да, текст сегодня? Или мы читали его уже? Читаю, да. Ну, мы напомним его. Вот покоритель врагов, жертвоприношение, совершаемое с помощью Знания, лучше, чем просто принесение в жертву материальной собственности. Но в конечном счёте, все жертвенные обряды приводят человека к трансцендентному Знанию о Сын Придхи. То есть есть какие-то яги лучшие, какие-то простые, может быть, не очень одобряются, но как бы не очень возвышенные. Но любая яга приводит постепенно к трансцендентному Знанию. И пожертвование собственностью, и Знанием — это ещё лучше. Но любая яга приводит постепенно к сознанию Кришны. Очень важно, что Прабхупада установил сознание Кришны по всему миру в обществе и создал общество. Потому что это будет завершением религии, выводом всех религий. То есть люди будут постепенно переходить к этому выводу. Как сказал Прабхупада, что имя Бога должно быть раскрыто до конца. До конца. Что это означает? Что Его слава должна расти. И наши Знания, наши Знания, они в равной степени зависят от того, насколько мы способны прославить Верховную Личность Бога. Это и есть уровень сознания или уровень успеха духовного человека. Его способность прославлять Верховного покажет нам его уровень духовный, его как бы духовный статус. Чем больше человек способен прославлять Бога, тем более совершенным он считается. Поэтому необходимы Знания. Какие же Знания? Все эти Знания основаны на служении, на жертве. Через преданное служение мы начинаем понимать славу Всевышнего Господа, Его великие качества, его трансцендентную форму, Его деяния и игры, Его милость ко всем живым существам. Через процесс преданного служения, через вот эту Ягью мы достигаем этих Знаний. И прославляя Кришну, мы можем стать трансцендентными так же, как Он. Вот такая простая Ягья, самая могущественная. Но не так все просто, как кажется. Здесь как бы принцип понятен, что необходимо свяжать Ягью, и мы приходим к трансцендентному Знанию. То есть, оказывается, невозможно свершить Ягью в материальном сознании. Необходим Татва Даршина. Необходимо воспользоваться помощью. То есть, человек беспомощен в жертвоприношении. То есть, он пытается принести какую-то жертву в надежде еще больше разбогатеть, например. Он отдает что-то в надежде, что ему потом отплатят с торицей. Не так-то просто свершить Ягью, как видите. Всегда есть какой-то корыстный мотив. Как же свершить эту Ягью? Если хочешь знать эту науку о жертвоприношении, Тадвитхи, 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 Тад означает это, о чем речь шла, то знание различных видов жертвоприношения. Видите, Тадвитхи, познай. Если хочешь знать это, обратись, чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю, вопрошая его смиренно, служи ему, осознавшие себя души, могут дать тебе знание, ибо они утратили истину. Здесь описывается процесс познания. Как все-таки можно познать вот это непознаваемое? За пределами чувства собственности находится это знание. А как же избавиться от чувства собственности? Тадвитхи, Пранипатина, Пранипатина. Обратись к тому, кто знает, но как Пранипат с почтением. Пранипат — это то же самое, что Дандават. В Дандават ложись перед ним. Тадвитхи, Пранипатина. Пари прашни, и спрашивай в этом смирении. Пари прашни, и служи ему, выполняй его желания. Вот этот процесс очищает душу от всех собственнических инстинктов. И таким образом он может дать тебе знания, потому что он видит истину. Где он видит истину? Он видит истину внутри своего сердца. Может истину видеть повсюду, если это Утамат икария. Но важно, чтобы он увидел эту истину в нашем сердце. Нашу искренность. И это истинно пробуждается, и на когда мы становимся искренне. И гуру может видеть, как пробуждается наше взаимоотношение с Богом в нашем сердце. Вот это не Тадва Даршина. И он следит, что насколько это соответствует Пранипат, Пари прашна, севая, то, что делает человек. Это внешние факторы, но это Дух Пранипат. Дух Пари прашна, Дух севая. Всё он делает в этом Духе, в этих трёх моментах. Вот если пронизано всё этим Духом, это и есть сознание Кришны. Но начинается с того, что он просто следует. Он делает Дандават физически там, где это необходимо, где предписано. Но на самом деле в сознании Кришны, это непрерывно Дандават своему духовному учителю Кришны. Это всегда такое положение, смиренное положение по отношению к Гуру и Кришне. Это всегда вопрос, никогда он не утверждает ничего перед Духовным учителем, или перед Кришной, я знаю то, я знаю всё. Он всегда спрашивает. И он всегда находится в служении, он думает об этом. Если даже он физически бездействует, то он думает о служении. То есть служение непрерывно. По сути, чистый ващнав, говорится, он не теряет даже секунды времени на пустые вещи. Он занят постоянно служением каким-то. Если он сидит безболвствует, не нужно думать, что он в прострации, значит, он средоточен на Кришне. Это какое-то интенсивное служение внутри. Это касается чистых преданных, достигших совершенства. Таттва, Даршина. Здесь Прабхата говорит, путь духовного самосознания, без сомнения, очень труден. Видите, без сомнения ещё и очень труден. И никаких сомнений в этом нет. Поэтому Господь советует нам найти истинного духовного учителя, принадлежащего к цепи наставников, который ведёт начало от самого Господа. Того, кто не принадлежит к такой цепи, нельзя считать истинным духовным учителем. Первым духовным учителем является сам Господь. И человек, получивший это знание по цепи духовных учителей, способен передать своему ученику слова Господа в неискажённом виде. Природу духа нельзя постичь, выдумав для этого собственный метод. Как это делают невежественные шарлатаны? Бхагаватам сказано, Тармамту, Сакшат, Бхагават, Пранита. Путь религии указывает людям сам Господь. Поэтому философские рассуждения и бессмысленные славопрения не приведут человека на верный путь. В одном доме в Индии Прабхупада остановился, и там человек очень, хозяин, хорошо служил. Но у него была необычная тилака. Я не знаю, что это за форма, но Прабхупада спросила, откуда у тебя такая тилака, что за тилака, что он означает. Ну, знаете, тилака указывает на какую-то самбродаю. Есть четыре самбродаи. Вот, видели тилаки Роману Жуцамбродаи? Они широкие, на весь лоб. Такие широкие они делают. Какая-то авторитетная тилака такая Роман Жуцамбродаи. Вот, но мы такие тилаки делаем. И у каждого самброда есть свой знак. Но у этого человека было что-то особое. Потом Прабхупада спросил, откуда эта тилака, кто тебе дал, где это описано в шастрах. Он говорит, это мой гуру Махараш дал мне. Эту делу я ношу. Такой знак делаю. И Прабхупада спросил, а где это в шастрах написано? Говорит, я не знаю, где написано в шастрах, но гуру Махараш дал мне. Но ты должен знать, откуда эта шастра. Должно быть основание. Гуру не может давать что-то вне шастра. Говорит, нет, нет. Гуру ждал мне, поэтому я буду носить эту тилу в любом случае, поскольку это гуру Махараш дал мне тилу. Вот так отклонение происходит. Кто-то отклоняется, а ученик говорит, ну это мой гуру Махараш сделал. Я должен следовать ему. Поэтому есть гуру, саду, шастры. Все три одновременно, на одном уровне. Не отделяйте гуру, шастры, саду. Это одно целое. Все сверяется между этими тремя, авторитетность приверяется таким образом. Поэтому есть духовные учителя, которые, ну так сказать, духовные учителя, которые не опираются на священное писание, или может даже не знают эти основные утверждения шастры. Но что-то утверждают свое, они достаточно умны, они хорошие ораторы могут быть, они могут быть образованными, учеными, или очень талантливыми в чем-то. Но нет основ шастры там. Чтобы получить знания, необходимо найти истинного духовного учителя. Есть шесть философских школ. Кто-то помнит, как они называются? Шесть философских школ существуют. Атеистических? Ведах описывается. Есть санхья, капила. Есть патанжали, йога патанжали. Есть ваше шика. Есть. Это, может быть, Двайтавада. А Двайтавада вернее. Я не знаю. Пуда туда не входит, но его философия тоже относится к какой-то категории шести. Одна из шести. Кармин Мимбанса, Джамминни, насколько помню. В общем, шесть существует. Этих великих ученых, атеистов, философов. Не путайте. Это не духовный учителя. Духовный учител должен быть в сознании Кришна, быть слугой Кришны. По сути, он может даже не знать об этих философских школах духовного учителя. Он может просто воспевать святое имя и всё. Он не должен знать все эти разделы. Знание, вет. Не обязательно. А чтобы получить знание, необходимо найти истинного духовного учителя. Ученик должен беспрекословно выполнять все его казания духовного учителя и, отбросив гордыню, служить ему, не гнушаясь даже чёрной работой. Секрет успеха в духовной жизни заключается в умении удовлетворить осознавшего себя истинного духовного учителя. Пытливость и смирение — вот два качества, одинаково необходимы для того, чтобы постичь духовную науку. До тех пор, пока мы не станем послушными слугами истинного духовного учителя. Наши вопросы к нему не принесут желаемого результата. Каждый должен пройти через проверку, устроенную духовным учителем. И когда учитель убедится в искренности ученика, он немедленно благословит его и откроет ему истинное духовное знание. В этом стихе Господь отвергает как слепое следование учителю, так и обращение к нему с бессмысленными вопросами. Надо не просто смиренно внимать духовному учителю, но и, став его послушным, слугой и задавая ему вопросы, составить ясное представление о духовной науке. Истинный духовный учитель всегда добр к ученику, поэтому, если ученик послушен и с готовностью служит учителю, он получит от него ответы на все вопросы и сможет обрести совершенное знание. Как сейчас интервью на сваме говорил на веса пуджи, Бхакти Бринга Гавина Махараджа, что первый ученик слушает, что говорит учитель и пытается это усвоить как-то. Корова, она трубу пощипает, потом ложится и пережевывает этот вкус, пытается переживать его. Это, говорит, первая стадия. Вторая стадия какая? О, Боже мой. Значит, ты же там была? Ты там тоже был? Да, как применить. А потом нет, осмыслить нужно. Осмыслить гьяна. Он притает гьяну, осмысливает это знание. А третий этап вегьяна, когда он уже понимает, я не это тело, начинает действовать как не это тело. То есть, кроме миссии, у него больше ничего не остается в конечном итоге. Это вегьяна. Сначала просто усвоение, потом притает гьяна, понимание вещей. Но еще не действует. Потом вегьяна, когда уже осознает, что он не это тело. Он уже может действовать в этом духе. И здесь Прупад говорит, что пытливость, смирение, два качества. Вот когда Прупад давал лекции на Западе, некоторые люди, они задавали вопросы, несомненно там. И слышно, что человек, он как бы не очень внимательно слушает ответ. И Прупад объясняет, что вопрос с вызовом не имеет пользы. Объясняет, что без вызова нужно это делать, иначе знание не проникнет. Смирение, пытливость, два качества. Просто пытливость недостаточно. Смирение, пытливость. Не говоря уже как в западном мире, в системе образования, мы можем видеть, что знания практически персонально могут люди получать. Через интернет, например, там не требуется вообще никаких качеств, вообще просто сам себе хозяин в интернете. На мои лекции иногда приходили ученые люди. Знаете, если они ученые, они знают себе цену, несомненно у них. И эго соответствующие. И тогда это было что-то нечто новое для ученых. Уровни сознания мы объясняли в одном кругу научном. И была целая аудитория ученых с института разного уровня. Там был один именитый его ученый, главный ведущий. Он еще, по-моему, в Академии наук СССР тогда еще работал. И некоторые ученые не смотрели даже мне в глаза, когда слушали лекцию. Они просто списывали с доски все эти схемы. Ложили в карман и уходили. Вообще не глядя на меня. Так же не еду читают. Кришну в сторону. То же самое. Поэтому это невозможно. То есть знание так невозможно получить. Знание имеет в себе личностный характер. Мы сможем стать личностью, только получив личностный контакт с кем-то. Личность не проявляется в персональном романе. Она растворяется. Поэтому все эти знания, они поглощаются, говорится, иллюзией. Иллюзия — это и есть тот самый иллюзорный браман безличный. Только через личность. И вот эта личность, она именно имеет цену. Если насколько мы понимаем цену личности духовного учителя, ващна, настолько мы понимаем ценность своей жизни. Ровно в такой же степени. Это взаимозависимо. Люди пытаются понять ценность своей жизни независимо от других, в брамане. Но там растворяется в брамане душа, личность. Все личностные качества пропадают. Мы не можем сами себе вынести какую-то оценку без личностной оценки кого-то со стороны. Гуру оценивает это, преемственность оценит, Кришна оценивает. Здесь он дает оценки различным категориям людей, процессам. Именно Кришна, именно личность. И вот именно от личности мы можем понять свою личность. Как искра, приближаясь к кламени, вспыхивает к этой большой личности и наша личность восстанавливается автоматически. И отдаляется, она утрачивает в имперсональном холоде она утрачивает эти качества личностные тоже. получив от осознавшей себя души истинное знание, ты больше никогда не впадешь в заблуждение, ибо это знание поможет тебе увидеть, что все живые существа частицы Всевышнего, или иными словами, что все они пребывают во мне. Это очень сильный стих. То есть здесь говорится о необратимости трансцендентного знания. Никогда уже человек не забудет этого, если получит правильно в процессе этого. мы видим, что мы делаем какие-то шаги в сознании Кришны и следующий момент утвердиться в этом. То есть постоянное пометование с Марином. Это в природе вещей должно быть. Утвердиться в сознании Кришны. И процесс необратимый становится. Как установленный факт говорит сознание. Установленный факт. Человек ест пищу. Как он установит этот факт, что он уже сыт? Вот. Это подобно этому. Установленный факт. Человек сам осознает, что это установленный факт. Он обрел трансцендентное знание. Он не спрашивает, как обрести трансцендентное знание. Это установленный факт. Я есть душа, я не это тело. Этот факт здесь говорится необратим. подобно тому, как душа, достигшая духовного мира, никогда уже больше не возвращается в этот мир. То же самое. Не обратило. Однажды, пробудившись трансцендентное знание, не угасает никогда. Это подобно роднику или ключу воды, который пробивает сквозь землю и потом постоянно присутствует. Этот родник, этот источник знания, источник блаженства, источник вечности. Это есть дух. Пробудив дух, человек уже не возвращается снова к материальному существованию. В этом могущество сознания Кришны. И только когда человек не пробудился духовно, он может еще вернуться к материальным чувственным наслаждениям. Это признак того, что еще духовное знание не открылось трансцендентное в нем. Но он пытался это делать, например. Но даже если он пытался, говорится в 9 главе, он ничего не потерял. Если даже просто пытался, не достигнув ничего, ничего не потерял, он продолжит следующую жизнь. И так это истинное знание означает, что мы его не можем никогда потерять. Это сознание. Сознание Кришны. Ведь когда душа умирает, то есть тело умирает, сознание находится в душе. Сознание может пребывать в теле, может не пребывать в теле. Но Личность неизменно существует. Сознание может проявляться или не проявляется, или искажаться. Но Личность неизменна. Личность — это душа. А сознание — это энергия души. Как? Лучи Солнца, они касаются Земли, но самого Солнца очень далеко. Лучи Солнца — это как сознание, они могут касаться с Землей, могут касаться чего-то другого. Но Солнце от этого не зависит, от этих касаний. Мы можем соприкасаться с материей, своим сознанием, но Личность, Душа не соприкасается с материей. Иногда мы теряем сознание, иногда мы приходим в сознание, но Личность неизменно остаётся в любом случае. Поэтому, когда тело умирает, сознание погружается в душу, из тела переходит внутрь, вглубь себя и переносит в следующую жизнь сознание, чтобы проявиться снова в соответствующем теле сознание. И сознание именно двигает душу, включает душу. Сознание включает все необходимые органы, функции, этот импульс даёт. И пока человек, даже потерявший сознание, может жить, потому что Личность присутствует, продолжает присутствовать в теле. И сознание уже именно управляет этой материей, пользуется. Душа сама нет, не пользуется. Сознание пользуется. Перемещается в материи только сознание. Сама душа не перемещается в материи. Это подобно, как виртуальная реальность, может быть, или экран кинематографа. Тоже кажется, перемещение всевозможных событий, эмоций, страх, смех, всё можно пережить. Но на самом деле ничего не происходит. Лично сидит в кресле перед экраном и воспринимает иллюзию. И также сознание, сейчас включено в физическое тело с различными отверстиями тела. и виртуальная реальность гигантская, маха-мая. Но на самом деле душа находится в другом месте. Здесь сознание находится, как и солнце, находится в другом месте совсем, но здесь есть лучи солнца, то же самое. И душа, она может максимум достичь положения Браммы. Брамма имеет очень похожее качество со сверхдушой, одно, которого нет, в принципе, у Джив. Только у сверхдуши есть это качество. Есть качество, которое присуще только сверхдуше, Джива не обладает. Но Брамма обладает почти таким качеством, как все проникающие в этой вселенной. Но не за пределами вселенной. Только в сфере этой вселенной. То есть душа может обрести такое положение. Достаточно и могучное сознание, чтобы заполнить всю эту вселенную даже. Джива такая. Но это удивительно, она крохотная, одна тысяча такой щековолосы, что мы читали в второй главе. Срез волосы, одна действительно часть этого среза, сечения. Тем не менее, она может заполнить сознанием всю вселенную, но максимум, то, что ей дано. положение Браммы заняется. За пределы вселенной не может выйти. Все вселенные пронизуются сверхсознанием. И это сверхдуша, и Маха Вишну, Гарбада Кашая Вишну, и другие аватары, и меня от числа, и все это источник от Кришны. Это трансцендентное знание. Оттуда исходит трансцендентное источник. Узнав об этих вещах, несомненно, наш разум становится смиренным. Очень важно. Почему важно, чтобы разум стал смиренным? Почему? Кто скажет? Потому что в разуме что есть? Что говорилось? Какое препятствие говорилось? Вожделение. Смирение или лекарство от вожделения? Именно так мы освобождаемся и побеждаем каму и невежество. Поэтому нужен духовный учитель источник смирения. Получив знание от осознавшей себя души, то есть от того, кто постиг истинную природу вещей, человек понимает, что все живые существа неотремлемо частицы сверховной Личности Бога, Господа Кришны. Чувство своей отделенности от Кришны называется Майя. Майя значит не я это. Некоторые люди думают, что мы никак не связаны с Кришной, что Кришна всего лишь великая историческая Личность. Абсолют это безличный Браман. Но на самом деле, как сказано в Бхагавадгите, безличный Браман это сияние, исходящее от тела Кришны. Будучи Верховной Личностью Бога, Кришна является причиной всего сущего. Браман Самхите ясно сказано, что Кришна это Верховная Личность Бога. Причина всех причин. Миллионы воплощений Господа это всего лишь Его различные проявления. Живые существа тоже проявления Кришны. Философы Майавади ошибочно считают, что разделившись на множество частей, Кришна перестал существовать как отдельная Личность. Эта концепция по сути материалистична. Из опыта жизни в материальном мире нам известно, что предмет, разделенный на части, утрачивает свою первоначальную форму. Однако философы Майавади не способны понять, что на абсолютном уровне 1 плюс 1, так же, как 1 минус 1 равняется одному. Такова природа абсолютного мира. Такая математика очень простая. Если вы знаете, что 1 плюс 1 равно 1 и минус 1 тоже равно 1, вы знаете высшую математику. Всё остальное бесполезно. Но это если понять вот эту вещь. К абсолюту нельзя что-то прибавить или что-то убавить. Невозможно. Лишённые абсолютного знания, мы сейчас находимся под покровом иллюзии и потом считаем себя отделёнными от Кришны. Но хотя мы являемся отделёнными частицами Кришны, мы не отличны от Него. Различие между телами живых существ это майя, а не реальность. Все мы призваны доставлять удовольствие Кришне. Только под влиянием майя, Арджуна мог подумать, что кровные узы временно связывающие его с родственниками важнее его вечных духовных отношений с Кришной. Суть течения Бхагавадгиты в том, что будучи вечным слугой Кришны, живое существование неотделимо от Него, а ощущение им своей отделённости от Господа называется майя. Живые существа как неотъемлемые частицы Всевышнего имеют особое предназначение. Забыв о своём предназначении, они с незапамятных времён воплощаются в различных материальных телах, людей, животных, полубогов и так далее. Причина этого в том, что они забыли о трансцендентном служении Господу. Но если человек служа Господу развивает в себе сознание Кришны, он может избавиться от этой иллюзии. Где эта реальность находится? Мы видим разнообразие тел, всё, что мы о них думаем, иллюзия. А где реальность? Найдите здесь реальность. Я смотрю, вижу коров, вижу обезьяны, вижу дерево, всё это иллюзия. А где реальность? Проживание, страдание или счастье самого проживания? В 11-й песне Бхагова там есть одно интересное утверждение, которое поможет это понять. Это сложный вопрос, несомненно. Но поможет понять. Человек думает, я. Слушайте внимательно. так? Это каждый хорошо знает. Я. Всё основано на этом слове. Я. Всё, что мы думаем, делаем, оцениваем, всё основано на этом утверждении Я. А что он думает про других? Они. Вот так вот. Вот она ошибка. Должны знать, что там точно такое же Я. Вот и всё. Вот она реальность. В других условиях только. Каждое живое существо думает точно так же Я. Вот это нужно осознать. Что это Я всех живое существо равноценно. Одинаковую ценность имеет вот эта самая Личность. Волю к жизни имеет одинаковую. Право на жизнь имеет одинаковую. Право на счастье и на знание имеет одинаковое. Но находится в разных условиях. Вот это и есть иллюзия. Условия. Только духовный учитель способен дать человеку это чистое знание и помочь ему избежать ошибочных представлений о равенстве обыкновенного существа с Кришной. Тот, кто обладает совершенным знанием, понимает, что высшая душа, Кришна, есть высшее прибежище всех существ. И что покинув это прибежище живые существа оказались во власть иллюзорной материальной энергии, возомнили себя отделенными от Кришны. Стоит нам осознать, что каждому из нас, что Я слуга Кришны, между нами все материальные препятства будут устранены барьеры. Мы сможем понять правенство всех живых существ легко. Мы можем легко осознать Браман, как минимум. Так отразив себя с разными материальными формами, живые существа забыли о Кришне, но когда заблудшее существо встает на путь сознания Кришны, перед ним открывается дорога к освобождению, как сказано Шимадбхагавата муктир хитвания тхарупам сарупинав явастхи тхи Обрести освобождение значит занять свое естественное положение, то есть стать вечным слугой Кришны или обрести сознание Кришны. Если человек осознал, что он слуга Кришны, то какая разница в каком теле он находит скрыть есть разница? Не имеет значения. Но с точки зрения страсти имеет как раз главное значение в каком теле вы находитесь, что вы представляете, по телу определяется. Социальное положение человека или его отношения измеряются по телесным характеристикам. Возраст, рост, внешняя красота, богатство, связи, умение говорить и так далее. Удивительный текст. Даже если ты самый грешный из всех грешников, зайдя на корабль духовного знания, ты сможешь пересечь океан страданий. Могущество, утраченное могущество здесь описывается. Вот оно здесь дается, что человек может стать очень могущественным, обретя трансцендентные знания. Солнце могущественно. Парпад, говорит наш девиз, Кришна, как солнце. Бхагавад-гита, как солнце тоже. В чем могущество? В том, что он распространяет себя во всех направлениях. У него достаточно силы для этого. При этом оно не несет никакой ответственности за происходящее, поддерживая все и вся. Находится в духе отречения или Акарма-йога. Пример подает солнце. Оно всегда сохраняет свои свойства, несмотря на окружающее соприкосновение со всеми объектами. она не зависит от плохих и хороших вещей, которые происходят под ее лучами. Это карма-йога. Это то, что написано в Акарме-йогите. Это карма-йога делится сознание Кришны. Потому что солнце уже действует таким образом. Отсюда это могущество солнца. Конечно, если мы обретем такие знания Бхагавад-гиты подобные знания, мы сможем стать управлять солнцем в свое время. Вивас Ван Сурья тот, кто управляет солнцем. А как? У него развито сознание, сознание Кришны. Он не привязан к плодам своей деятельности. Он способен излучать энергию во всех направлениях беспристрастно. Поэтому наделяется управлять солнцем этой энергией. Энергии Кришны. Он уполномочен пользоваться этой энергией. Ради блага всех других живых существ. Это могущество. Если мы готовы распространять сознание Кришны повсюду, как солнце, мы тоже наделяемся таким могуществом. Можно занять положение духовного учения или ачарьи, или еще что-нибудь, неважно. Нам могут быть даны полномочия для этого. Это вопрос, развитие нашего сознания Кришны. И, конечно же, желание еще преданного. Кто-то хочет проповедовать широко, кто-то по-другому это видит себя. верное верное понимание свое место в отношениях с Кришной приносит человеку огромное благо, позволяя ему положить конец борьбе за существование, которые поглощены в секту, упал в океан неведения. Материальный мир иногда называют океаном неведения, иногда его сравнивают с лесом, охваченным пожаром. Оказавшись посреди океана, даже самый искусный пловец едва ли сможет долго держаться на плову. Но тот, кто придет к нему на помощь и вытащит его из воды, окажет ему неоценимую услугу. Совершенное знание, полученное от Верховной Личности Бога. Вот путь к спасению. Плыть на корабле сознание Кришны очень просто, и мы системы это очень возвышенный метод. Вот здесь пропадает сравнение грешного человека с пловцом в океане. Ну, какие шансы? Разве может грешный человек переплыть океан, переплыть океан своей кармы, своих грехов? Ну, жизни же не хватает обычно, чтобы это сделать, поэтому он забывает о прошлых жизнях и снова вовлекается в кармическую деятельность и снова, и снова, и снова, и снова, и карма только увеличивается у него. невозможно. И в сравнении с этим, он говорит, есть корабль, но корабле возможно. То есть, океан, на самом деле, стихия огромная, но на корабле возможно это сделать, можно пересечь океан. Колумб пересек Атлантический океан когда-то на деревянном судне. Сколько там, тысяч километров по воде? Непредсказуемая стихия, но все-таки это возможно оказалось, видите, удача лубнулась им. Кто-то на папирусном судне, это был кто? Слышали об этом? Когда-то на папирусном судне кто-то сделал, ну, то есть, он по примеру древних людей, Турхиер, да, к нему написал, он провел этот эксперимент. Кто-то это сделал на яхте, пересек Атлантический океан тоже один в одиночку, ну, хорошая яхта там, приспособлена к штормам. Кто-то один на лодке веслами пересек Тихий океан, русский какой-то. Русские всегда творят что-то сумасшедшее. Православный христианин. Как же его зовут, я не помню. Мюнхгаузен. А? Мюнхгаузен. Мюнхгаузен. Нет, по-настоящему это было. А, Конюхов, да, да, вот кажется, этот Конюхов человек. Вот, и ему повезло, что не было ни одного шторма. Тихий океан на веслах. Ел рыбу, вот эту летающую, которая летает, падает в лодку. Там, ел то, что дают, так сказать. Не про сад. Ну, ну вот, то есть, океан пересекают на каком-то судне, но, но вплавь пока никто этого не сделал. Пока. Пока, да, вот он собирается, похоже, всплывая. Вплавь. Ну, конечно, тихий океан, он не такой же большой, на самом деле. Океан материального существования больше. Я не знаю, сколько тихих океанов составляет. Вселенная, это не шутка. Это пропасть бездонная. И вплавь. Держать за хвост собаки лучше. Вот. Есть такой способ. Пускайте вперед собаку, океан, и за хвост держитесь. С ней переплывайте, аркеан. Значит, грешные, самых грешников, трансцендентное знание бывает такой силы. У Арджуна, подобно тому, как пламя костра, превращает дрова в пепел. Огонь знания сжигает до дла все последствия материальной деятельности. Вы сталкивались с этим хорошо, очень опыт имеете, хороший, сильный. Когда-то, в какой-то момент, каждый из нас, послушав лекцию, побывав на кем-то Киртани, сказал себе, все, хватит. Все кругом, тамас. Семья тамас, работа тамас, деньги тамас. Все сгорело, все обесценилось. Такое трансцендентное знание, такая мощь. Я одного человека знал, не знаю, жив ли он сейчас, но он рассказал, как он пришел в сознание Кришны, он выписал все журналы, которые издавались в то время, «Наука и жизнь», «Огонек», еще в советские времена. Выписывал всю литературу по почте, можно было выписывать, газеты, журналы. Он выписывал все, все опять очередной, значит, на Новый год, очередной список литературы и газет, всех. «Роман газеты», «Известия», «Правда», «Консомольская правда», «Огонек», там, не знаю, там «Наука и жизнь», очень интересный журнал был, «Работница», сейчас помню, еще был такой журнал, а что еще? «Юность», «Фитиль» был еще, а «Крокодил» еще был, о, «Крокодил» все любили, там все юмористические журналы, с картинками, с анекдотами, как? «Вестник коммуниста», «Вестник коммуниста», вот это что-то интересное, я еще не знал, «Вестник коммуниста» еще был, оказывается. В общем, видите, много-много было изданий, в которые люди подписывались, и каждый год в почтовый ящик регулярно приходило это все, он очередной сделал подписку, и через неделю встретил преданных, он рассказывал об этом, мы очень смеялись, на самом деле. Через неделю буквально встретил преданных, еще через неделю уже стал мантр, повторяя 16 кругов, и через две недели приходят уже первые журналы газеты, он говорит, «Не нужно уже все, все это подписка, как раз не нужно, сгорело, и трансцендентное знание сжигает пепел все, это пример, как вдруг наши материальные желания ослабеют, очень сильный эффект, когда мы соприкасаемся с трансцендентным знанием, реально получаем как бы ожог, сжигание вот этих вещей, как бы, и обесценивается все. Вы знаете, что такое пепел, это могла быть какая-то ценная вещь, но сгорев, просто пепел, ничего не остается. Вот все эти материальные желания, которые именно семена кармы, откуда семена кармы? От каких-то плодов, труда, плод дает новое семя, семя дает новый, расток и новый плод, и плод снова дает семя, этот процесс бесконечный. И вот если вы сожгете семя, говорится, или поджарите семя, не вырастет, семя не прорастет. И так преданные, увидев праупаду, они отказывались от материальных каких-то целей жизни, переключались уже на сознание Кришны пожизненно. Вот это пример. Совершенные знания о душе, сверхдуше и их взаимоотношении сравниваются здесь с огнем. Этот огонь сжигает до тла все последствия не только греховных, но и благочестивых поступков. Есть несколько типов кармических последствий, созревающие, приносящие плоды или полученные, и уже полученные, и еще никак не проявившиеся. Это можете запомнить. Типы кармических последствий созревающие, мы еще не видим их, приносящие плоды уже видим, уже полученные, и еще никак не проявившиеся. Вообще никак. Ничего о них не знаем. Но огонь знания о духовной природе живого существа превращает все это в пепел. И проявившиеся, и не проявившиеся. Да, это же то, что мы не знаем. Когда человек обретает совершенное знание, вся его карма, проявленная, непроявленная, уничтожается. Здесь, как бы, в этом случае человек чувствует внутри себя некую такую пустоту. Здесь, в ГИТе, это описывается так, что, получив трансцендентное знание, ты станешь равнодушным к тому, что ты слышал, и тому, что услышишь в будущем. Некая такая опустошенность возникает, безразличие к материальному. В хорошем смысле слова. Потому что трансцендентное знание наполняет и дает полноценное равновесие ума, полную гармонию. Нет недостатка в чем-то еще. Человек уже другими глазами смотрит на окружающий мир, конечно же. моя тетушка одна, она всю жизнь страдала гипертонией. Еще помню с детства, как она иногда сбегала к нам домой по пути, только потому, чтобы просто упасть куда-нибудь и приезжать. Так как сильно болела голова у нее. Всю жизнь приступы были такие вот. И мы не знали, чем помочь, ни врачи, ничего. То есть приступы были, кризы какие-то. Сейчас ей 83 года. Криза давно нет. Как она исцелилась, интересно. Она пошла, икону привезли, какую-то знаменитую икону в город, там на севере. И весь город, особенно бабушки туда, все-все-все-все. Пошли, очереди, толпы там. Вообще город безбожный был. Я там вырос, там ни одной церкви вообще не было никогда, не слышали ничего. Ну с севера там нефтяники, газовики, буровики, какая-то церковь. Деньги заработал, напился, потом накопил и уехал, на юг купил дом и все. И больше там нет, не приживается ни культура, ни традиции, ничего. Деньги, пьянка, и просто уезжает охота, все. Это страшное место кармическое уже, жуткое место. А вот привезли икону уже после перестройки. Весь город задорвнулся, то есть и там было такое паломничество. Она тоже пошла стоять ночь там решила. одна из немногих, как выяснилось, она решила стоять там ночью молитвы вместе с священниками. Она рассказала, что она простояла эту ночь, говорит, я думала, прошло всего лишь несколько минут, полчаса максимум. Я не заметила времени. У меня было какое-то трансовое погружение похоже икону. Потому что я ее спросил, как ты исцелилась? Она говорит, я исцелилась этой иконой. Я говорю, как, расскажи. Говорит, вот я была там, ночь пролетела очень быстро. Я, думаю, это будет очень утомительно, трудно, но я, не заметил вообще времени. Пришла домой, говорит, и я уснула. Я говорю, и что? Говорит, проснулся, говорит, а внутри пустая. С тех пор, говорит, голова не болит. Это карма. Если чувствуете внутри облегчение, пустоту, ее можно ощутить даже, что такое карма. Буквально сравнивается с огромным рюкзаком тяжести, а мы идем в гору. Это трудно поднять такую тяжесть. Невыносимо трудно, поэтому, говорит, часть кармы забирает инструктор, то есть гору, и человек может подниматься, облегченный этим всем. Поэтому инициация помогает нам заняться преданным служением, избавляет от существенной части кармы, что была возможность у нас именно идти этим путем. И мы чувствуем такую некую беззаботность, да, преданные такие, беззаботные несколько становятся. Как еще называют? Нет, такой пофигизм, как бы, ну и ладно, Кришна позаботится, если что. Их иногда упрекают в этом. Но это природа преданных, они вот такие, без кармы. Но если карма накапливается, и беспокойство тоже накапливается. В прихад Раньякопа Ниша сказано, он избавляется от последствий как благочестивой, так и греховной деятельности. Значит, у него нет склонности ни к благочестивой материальной деятельности, ни к греховной деятельности, никто, ни к другой. Благочестивая деятельность тоже материальная, поэтому к этому интересу преданных нет. В этой мире нет ничего более чистого и возвышенного, чем духовное знание. Это знание, спелый плод всей практики йоги. Тому, кто достиг совершенства в преданном служении, это знание в свой срок открывается изнутри. Изнутри. Под духовным знанием мы подразумеваем осознание живым существом своей духовной природы. Вот почему нет ничего более возвышенного и чистого, чем духовное знание. Невежество порабощает нас, а знание открывает перед нами путь к освобождению. Это знание — зрелый плод преданного служения, и тому, кто обрел его, не нужно искать умиротворение вовне, ибо он нашел его в себе. Иначе говоря, венцом всех стремлений человека к знанию и умиротворению является сознание Кришны. Таково заключение Бхагавадгиты. Шраддава Аллах Пхате Гьянам Человек, исполненный веры, опуздавший свои чувства и пытливо ищущий духовное знание, достоин получить его, и когда он обретает его, к нему тотчас приходит высший покой. Значит, описывалось, что нужен духовный учитель, ну и признак Татва Даршина, он видит истину Татва Даршина. Здесь описывается ученик, кто достоин обрести это знание. Первое, исполненные веры, второе, опуздавшие свои чувства, и третье, пытливые ищущие духовное знание. Значит, вера и садана Бхакти, так можем сказать. Он обрёл веру, и он способен обуздать свои чувства, то есть практиковать, практиковать не только садану, но и искать ответы, познавать духовную науку, любознателен, жаден до трансцендентного знания. Вот, вот он достоин получить трансцендентное знание, и к нему приходит тотчас, тотчас высший покой. Обрести духовное знание и сознание Кришны может только человек, верящий в Кришну. Верой в Кришну называют непоколебимую уверенность в том, что просто действуя в сознании Кришны, можно достичь высшей ступени совершенства. Чтобы развить эту веру, нужно заниматься преданным служением, повторять мантру Хареи Кришна, Хареи Кришна, 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 Хареи Хареи Рама, Хареи Рама, 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 Хареи Гаре, который очищает сердце от материальной скверны. Кроме того, необходимо научиться владеть своими чувствами. Человек, обладающий верой в Кришну, обуздавший чувства, легко и без промедления владевает наукой сознания Кришны. Легко и без промедления. Вера. Вера, здесь говорится, это уверенность, что достаточно святого имени, чтобы обрести совершенство. Такое что становится умиротворенным, это признак. Мы как-то с другом в моей буре оказались, у него были такие проблемы тогда, такая полоса трудной жизни. Я пытался его отвлечь от этих проблем, и мне это надоедало. Я уставал от него. И уже в уме вот так критиковал, думаю, вот упрямый. Он же сам знает, что это философия, что упирается, вот я же ему говорю, что не слушает вообще. Повторяя Харе Кришна и все, а что ты об этом думаешь, зачем? Выбросил из головы, говорю. Надоело тебя слушать уже в конце концов. Одно и то же говоришь, ты как сумасшедший стал вообще. И так мы с ним стираем белье, и вот так мы с ним общаемся, я ему так проповедую. Уже раздражен, уже все. И тут приходит какой-то человек туда же, к этой колонке воды, стирать белье свое с ведром. Вот у него браманский шнур, он в годах старше нас, и от него такой покой. Ну, знаете, такая дхама, он пропитан чем-то таким трансцендентно, умиротворенным. И мы поговорили, два слова, на английском разговаривает, и очень право-бад. Мы примолкли, я тоже выбросил из головы свое раздражение. Я говорю, спроси его, давай, задавай вопрос ему, что он тебе скажет. Он говорит, прабу, и начал ему объяснять, что там проблема в голове, там такая жизнь, все такое. Тут слушал, 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 стирал белье. Не менялся вообще никак, такой же миротворённый, полностью выслушал. И мы смотрим на него, что скажет. Говорит, право было, Чандхаре Кришне. Фух, слава Богу, понятно всё. Всё теперь ясно стало, видите. Видите, как всё просто. Это вера называется. Ничего доказывать много не надо. То есть есть вера. Вера, она вместо убеждённости. Убеждённость — это не вера ещё. Убеждение — это один из материальных комбинаций, материальных элементов. Помните? 24 материальных элемента, убеждённость там тоже есть. Убеждённость материального разума. Если я сделаю так, так и так, получится это. Если сделаю так и так, заработаю столько. Если сделаю так и так, получу это. Это тоже определённая убеждённость. Или я философию какую-то могу принять при помощи убеждённости, не веры. Меня убедили. Вера — это другое. Вера — это умиротворение. Убеждённость — это возбуждение. А вот в чём дело убеждённости. Империалисты препятствуют счастью. Берёмся за оружие. Это убеждённость. Вера умиротворяет. Убеждённость возбуждает. Кто-то убеждён в империализме, кто-то убеждён в коммунизме, кто-то убеждён в шкопотеизме. А вера — она одна в Бога. Вера умиротворяет. Начинается процесс сашратки, с верой. И тогда возможен какой-то путь. Вот это трансцендентное знание. Итак, умиротвориться нужно, всё успокоить. Достаточно Харикришна Махамантры. При каких бы условиях преданной находился, где бы и что, но достаточно просто святого имени, говорится, чтобы достичь совершенства. Но невежественные, неверующие люди, которые сомневаются в словах боготкровенных писаний, не способны обрести сознание Бога. Они опускаются всё ниже и ниже. Сомневаешься, душа не знает счастья ни в этом мире, ни в мире ином. Ашрадатхана, не верящий словам. Здесь написано, он не верит. И не знает священное писание, не верит в них. То есть он не может достичь счастья ни в этом мире, ни в ином, ни в следующем. Из множества авторитетных священных писаний лучшим является Бхага-Вагита. Только люди во всём, уподобившиеся животным, не знают, о чём говорится в священных писаниях и не верят в них. Можете смело об этом говорить обычным людям. Можете смело говорить об этом. Можете сразу спросить, вы читали священное писание какие-нибудь? Нет? Тогда это не цивилизованная жизнь. Вы должны читать священное писание. Какие ближе вам? Что выбираете сами? Есть для разных людей разные священные писания, для разных культур. Но человек должен принять какое-то священное писание. И суть в чём? Если он принимает с верой какой-то священный... Не с убеждённостью, а с верой какое-то священное писание, он примет и другие священные писания. Все священные писания. Но если это убеждённость, это другое. Это материальная платформа. Убеждённость, я дам по нему как уверенность. Уверенность — это вера, а вот убеждённость — это узкомыслящий человек. В Гите есть такой стих. Невежество означает, что человек думает, что его деятельность самая важная. Чем бы он ни занимался, говорит, это самое важное. На мне весь мир держится, это тамас. Кто-то думает, ислам превыше всего. Нет, Христос превыше всего. Нет, Кришна превыше всего. Это убеждённость. Писание одно, вера одна. Мир в душе. Вера прожидает мир, примирение. Вот это вера. И если этого нет, то будут сомнения. Люди сейчас все на платформе сомнения. Много священных писаний. Все говорят, что не истинные. Одно и то же сейчас все говорят. Как же разобраться? Вера нужна в единого Бога. Так мы можем уважать все священные писания и найти своё место в этом. Это одно священное писание, написанное на различных языках, данное в разное время истории. Одно и то же священное писание. Но количество знаний определяется необходимостью. Здесь, в этом зале, есть светильники, но электрическая энергия от электростанции гораздо мощнее этих светильников. Но здесь и лишь необходимое количество энергии мы используем. Достаточно. Здесь нужно включать дугу в 2000 вольт. Нет необходимости. Также есть божественное знание. Но сколько человеку нужно света в его культуре, столько даётся необходимо. И чуть-чуть больше. Освоив эту ступень, человек может пойти дальше. А слой в следующую ступень может пойти дальше. Чем же завершается этот процесс? Полным преданием себя Богу, единому Богу. Любовью к Богу. Все религии сходятся в этом. Любовь к Богу — это высшая цель всех религий. Поэтому религия одна. Это вера называется. Всё остальное — убеждённость. Материально. Поэтому не думайте, что верующие люди могут создавать какие-то проблемы. Убеждённые люди создают проблемы. Верующие не создают проблем. Кто занимается преданным служением, отрекаясь от плодов своего труда, чьи сомнения рассеяны божественным знанием, тот постиг свою истинную «Я». О, завоеватель богатств! Такой человек никогда не оказывается связанным последствиями своей деятельности. «Тот, кто следует указаниям, которые сам Верховный Господь дал Бхага в Адгите, обретает божественное знание и благодаря Ему избавляется от всех сомнений. Такой человек уже постиг своё истинное «Я». Он сознаёт себя неотъемлемой частицей Господа, в полной мере обладающей сознанием Кришны. Поэтому он никогда не бывает связан последствиями своих действий. У нас во сколько заканчивается? В 4? В 3? В 4.30 заканчивается? А сейчас сколько? В 15.4. О, у нас будет время на вопросы, хорошо, на обсуждение. Потому что последний текст мы прочитаем, 4 глава. Тасмата-гьяна-сам-бхутам-хридстам-гьяна-на-си-яна-си-на-тмана. Читава-йнам-самша-ям-йогам-самша-ям-йогам-а-тишта-тишта-барада. О, тишта-тишта-тишта-тишта-тишта-встань, восприняй. Поэтому, обхарата, мечом знаний разруби в своем сердце узел сомнений, порожденных невежеством. Вооружившись йогой, встань и сражайся. Йога. Система йоги, описанная в этой главе, называется Санатана-йога. Вечная деятельность живого существа. Эта йога предусматривает два вида жертвоприношений. Принесение в жертву материальной собственности и обретение знаний о своем истинном Я. Последнее относится к категории чисто духовной деятельности. Если, принося в жертву материальную собственность, человек не стремится постичь свою духовную природу, его жертвоприношение остается материальным действием. Какую жертву нужно совершить, чтобы обрести трансцендентное знание, духовное знание? Это самая великая жертва, которой может быть. Материальная собственность ничто с этим. Контроль чувств. Раз. Несовместимо духовное знание и с наслаждением чувств. Это великая жертва. Еще. Это пожизненная жертва. Мы принимаем регулирующие принципы. Это сада. Принять сада, но так, это тоже относится к нашему контролю чувств, к их занятости в служении. И большая жертва, когда мы жизнь посвящаем служению, миссии духовного учителя. Все, это самая большая жертва, смотрите. Пожертвовать собственностью это ничто в сравнении с этой жертвой. Это самая великая жертва. Перечислить еще раз садана, чувства. Контроль чувств, да, потому что без контроля чувств знание не обретается трансценентное. Необходимо контроль чувств, необходимы усилия на этом пути, постоянные садана и предания миссии духовного учителя. Так вот можно обобщить. Это великая жертва. Но когда человек жертвует материальную собственность ради того, чтобы осознать свою духовную природу, то есть ради служения Господу, его же это приношение становится совершенным. Духовная деятельность также может быть двух видов. постижение своего истинного Я. Это духовная деятельность своей изначальной природы и постижение верховной Личности Бога. Две вещи. Так постигаются Я и сверх Я. Это духовная деятельность относится к постижению своего Я и постижению Всевышнего. Тот, кто неуклонно следует путем указанным Бхагавадгити, легко владевает этими двумя очень важными разделами духовного знания. Такому человеку нетрудно понять, что душа является неотъемлемой частицей Верховного Господа и таким образом обрести совершенные знания. Это знание приносит ему огромное благо, ибо позволяет без особых усилий постичь природу божественных деяний Господа без особых усилий. В начале этой главы Верховный Господь сам рассказал о своих божественных деяниях. Тот, кто не понимает наставления Гиты, не имеет истинной веры. То есть, без веры нельзя понять Бхагаву Гиту. Так. Такой человек злоупотребляет независимостью, которой наделил его Господь. Если, выслушав эти наставления, человек так и не сумел понять истинную природу Господа, вечной, исполненной блаженства и всеведущей Личности Бога, значит, он безнадежный глупец. Чтобы избавиться от невежества, нужно постепенно установить принципы сознания Кришны. Пробуждение в человеке сознания Кришны способствует жертвы, приносимые полу-богам. Вот видите, пробуждение в человеке сознания Кришны способствует жертвы, приносимые полу-богам и Верховному Браману. Жертвы, которые приносят те, кто хранит обед безбрачия или ведет семейную жизнь, это тоже жертва. Иваха-ягья. Те, кто обуздывает чувства, такая жертва есть, занимается мистической йогой и совершает аскезу. Это виды жертвоприношений. А также жертвы тех, кто отказывается от материальной собственности, изучает веды и выполняет свои обязанности в системе Варнаши Мадхармы. Все это различные виды жертвоприношений. И все они основаны на предписаниях шастер. Значит, если прямо человек не может предаться Кришне, совершить такую большую жертву, значит, есть предварительные, вспомогательные предписания в ведах. Можете это уже как-то отметить, сколько там насчитали. Давайте посчитаем. Засчитывайте. С самого начала пробуждение в человеке сознания Кришны способствует жертвы, приносимые полубогам. Значит, первое, это жертвы полубогам, первое, и Верховному Браману. Жертвы такие, как обед безбрачия или семейная жизнь, это разные. Безбрачие один метод, семейная жизнь тоже метод, другой тоже жертва. Затем обуздание чувств, это еще же это приношение есть, занятие мистической йогой, такая ягья, совершение аскез, отказ от материальной собственности, изучение веды, исследование варнашем адхармия. Вот это различные виды жертвоприношения упомянутые здесь. Это основано на предписаниях шастер, эти жертвы авторитетные. Значит, можно вовлекать некоторых людей в эти процессы, если они не могут заниматься преданным служением непосредственно сейчас, вот есть такие еще методы. Потому что они пробудят в человеке сознание Кришны постепенно. Однако важно, чтобы целью всех этих видов деятельности было осознание своего духовного Я. Вот во всех случаях нужно давать знания отличия материи духа. Во всех этих случаях нужно давать знания отличия материи духа. Тогда будет толк. Тот, кто стремится к этой цели, по-настоящему понял науку Бхага-Вадгиты. А тот, кто сомневается в словах Кришны, возвращается к материальной деятельности. Поэтому Господь рекомендует нам изучать Бхага-Вадгиту или любое другое священное писание под руководством истинного духовного учителя, служая ему с покорностью и смирением. Любое другое священное писание также пропадает пишет. Истинный духовный учитель принадлежит к цепи преемств наставников, существующих с незапамятных времен, и ни на йоту не отступает от наставлений Верховного Господа, много миллионов лет назад открытых им Богу Солнца, который в свою очередь передал знания Бхагавадгиты людям Земли. Поэтому каждый из нас должен следовать путем указанным в самой Бхагавадгите и остерегаться корыстных и честолюбивых людей, которые сбивают своих последователей с истинного пути. Господь вне всякого сомнения является Верховной Личностью и все его деяния духовные. Тот, кто понял это, уже является освобожденной душой, даже если он только начал изучать Бхагавадгиту. Так заканчивается комментарий Бхагавадгита 4 главе Шиманбхагавадгиты, который называется Божественное знание. У нас с вами есть полчаса на обсуждение. Давайте. Сразу же спрошу вы, если вы сейчас читали, что сразу же после жертв Бога идет получается пред безбрачия или ведения семейной жизни. А не относится ли это к приведенному ниже дополнению в виде Варнаши Мадхармы. Получается я мой езд Варнаши Мадхармы следовательно Варнаши Мадхармы либо ты прахмачарин садьяси обед безбрачия либо грехас это же езд варнаши Мадхармы Варнаши Мадхармы разделить Варнаши Мадхармы ниже еще приговор Варнаши Мадхармы Варнаши Мадхармы это уже как бы служение способ служения Верховному Господу определенные есть обязанности к деятельности Варнаши Мадхармы а здесь говорится о выборе человека о выборе безбрачия или семейной жизни как способ жертвы не деятельность описывается а позиция то есть разница в желаниях описывается кто-то брамачарий кто-то грехас желания разные значит для него будет одна система образования для другого другая система образования жертвы отличаются эти жертвы способы жертвы разные поэтому отличаются семейный человек для него одни предписания для брамачария другие предписания но да это с Варнаши Мадхармы в любом случае но Варнаша Мадхарма она более шире знания чем просто безбрачия и семейная жизнь там есть четыре важные четыре дачи мы вместе все это сочетается как одно целое в системе Варнаши Мадхармы нужно находиться не просто быть женатым или неженатым еще в системе Варнаши Мадхармы находиться это можно еще отдельно это конечно отметить можно вопрос как игрова называется Божественное Трансидентное Знамя как сформулировать ну то есть для себя я немножко запутилась в паре рассказывалось про действия бездействия про яги тоже так вот Кришна говорит о Божественных Знаниях что имеется ввиду что было Трансидентным Знанием из всего что мы читали что было это называется это это Трансидентное Знание это называется знание своих взаимоотношений со Всевышним это Трансидентное Знание для чего совершаются все эти Яги что просто понять свое положение по отношению к Верховному это есть Трансидентное Знание я частичка Бога я Его слуга вот это вывод. Это трансцендентное знание. И в процессе жертвоприношения это устанавливается в сознание. Именно через жертву я понимаю, что я слуга. Не совершая жертву, я думаю, что я господин. Продолжаю думать, что я господин, наслаждающийся и господствующий. Различные виды жертвы существуют, различные пути к трансцендентному знанию. Но знание — я, не есть это тело, я частичка, духовная частичка Бога. Душа, я не тело. Это трансцендентное знание. Тогда как с этим связывается то, что пришла, рассказывала про действие бездействия? То есть для чего он рассказал? Действие бездействия — это действие, совершенное без чувства собственности и желания награды. Это бездействие, действие бездействие. Это именно духовная деятельность. Это значит, мы понимаем, что всё принадлежит Богу. Это положение Бога и моё положение, мы понимаем. У него положение слуги, у него положение наслаждающегося и господствующего. Это верховное положение. То есть это знание нужно для того, чтобы правильно понимать свои отношения? Совершенно. Сам Бандагьян — это знание о своих взаимоотношениях отношениях со Всевышним. А вывод очень простой. Я — его частичка, его слуга. Но к этому нужно прийти твёрдо, не теоретически, а через Ягью. Практически стать слугой. Осознанно служить Кришне нужно. Сознание Кришны. Есть слуги подневольные, есть слуги осознанные, но все слуги. И в тюрьме служат государства, и в свободном граждане тоже служат государству, те и другие служат государству. Мы развьём сознание Кришны, чтобы именно осознанно служить Кришне. Это сам Бандагьян. Румагарх, скажите, пожалуйста, Нарадамуни, он описывает, что там был Гуранхар, вам пригласили на Ягью, он начал восхвалять, восхвалять полу-богов. Его прокляли на рождение. А мы здесь видим, в первой Яге стоит прославление через полу-богов. Как не попасть? Мурари Гупта, когда-то он стал тоже проповедовать Аюрведу. Там все эти праны, чакры стал объяснять. А он чистый предан Господь не Господа читает. И Господь читает. Он был очень недоволен этим. Но с другой стороны, человек не преданный может заниматься этим. И так развить постепенно свое сознание Кришны. Как говорится, что человек через философию Майавады может тоже стать Вайшнавым. Но если Вайшнаву, что-то философию нападет. То есть мы не должны поворачивать назад, оглядываться назад. Если вы уже достигли преданного служения, не нужно петь какие-то храмические песни. Ради собственной славы. Уже нужно петь Харик Кришны. То есть, не зная ничего о святом имени, мы не совершали оскорблений никаких. Но теперь мы знаем о святом имени, практикуем о святом имени, можем совершить оскорбления. То есть, по сути, он выполнил свои обязанности. Да, он должен был петь святыми, да. Он иногда пел на вечеринках полубогов. Развлекал их пением. Объясните, пожалуйста, в процессе практики, в моем случае, вы говорили, что материальные желания не должны ослабевать. А у меня наоборот, они как-то более ясными становятся и, мне кажется, даже закрепляются, что ли. Что с этим делать-то? Есть, не беспокойся, есть материальные желания, которые необходимы нам. Это, как говорится, в Бхагаватам, здоровый образ жизни нужно вести. Это желание здорового образа жизни. Должен желать здоровой жизни человека и желать познать абсолютную истину. И у тебя есть желание сознания Гришны, и есть свои здоровые желания материальной жизни. Это нормально? Или они здоровые? Здоровые. Ну, все в порядке. Если не здоровые, все в порядке. Не так, что брамачарий думает, жениться или не жениться, он думает, ой, все, я пал. Это здоровое желание, естественно, здоровое желание. Но если с Аняси думает, жениться или не жениться, это проблема. Это проблема. для вашего доброго дела. И до сих пор все еще здесь, уже во Вриндаване где-то сейчас. И что? И вопрос в чем? Ну вот, почему Господь у них три жизни, а один самосе есть не семь жизнями, а демон, а другая демон? Так быстрее, короче. Так быстрее вернуться к Богу они подумали. Демонам тоже интересно быть? Попробуй, очень интересная практика. Великие демоны становятся великими преданными. Но нужно стать великим демоном для этого. И все же это служение демонов не рекомендуется. Они тоже поглощены сознанием Кришны, со знаком минус. И все же это не рекомендуется. Он должен быть позитивным все же. Но если бы были все преданы, было бы скучно. Иногда какие-то демоны, я слышал, когда Кришна предстает перед ними с оружием в руках, они пленяются его красотой и начинают молитву возносить. И Кришне это не нравится. Снова напускают йога май, чтобы они вспомнили, кто они на самом деле, что они демоны, что здесь за оружие. Раун осознавал верховное положение Господа, когда был убит. Все он знал, что он был убит. Он же знал заведомо, что он был убит. Знал и не знал. Это сложный вопрос. Мы же знаем, что мы умрем когда-нибудь. Но мы забываем об этом постоянно. Это демонический ум. Когда он общался с Бали Махараджем, на одно мгновение он стал преданным. Бали Махарадж – он великий преданный из династии демонов. И когда Рава напросил у него помощи, что война предстоит, мне нужно тоже войны, оружие, ты сам, может быть, ты поможешь выиграть эту войну. Ты с кем решил сражаться? Ты в своем уме, Равана. Ты кто такой? Ты знаешь, кто такой Рама? Да кем бы он ни был, он какой-то просто отверженный из своего царства, изгнанный в лес. Ничего такого серьезного, но нужна помощь. Бали говорит, ну я пас, я не буду сражаться, но я помогу тебе деньгами. Пойдем, пойдем, я тебе кое-что покажу. Они шли, шли, шли куда-то во вселенную, куда-то перемещались, перемещались, перемещались. В конце концов, Бали показал, видишь, вот эта гора золота твоя, если унесешь. Все золото твое. Для войны нужна, вот деньги бери. Равана посмотрел на него гордость, я-то не подниму. Я кайлаш поднял вообще, Равана. Я очень сильно подниму эту гору, видишь, мистик. Но какая-то необычная гора, она симметричная и круглая, и какая-то форма там непонятная. Огромная гора, не видно все. И Равана залез под эту гору, стал поднимать ее, заревел, поднял, поднял. Почти уже поднял, она его придавила потом. И он заразал уже по-другому. Стало кричать, и Бали его вытаскивал оттуда. Вытащил Равана, ревущий, он уже несколько раз застреливал в этих горах, ревущий. Вылез под этой горы, и Бали говорит, ты знаешь, что это? Это Серега Суха Хирани Кашипу. Рассорвалась и упала сюда, когда его Нарисимхадев разрывал на части. Равана хлопал глазами и слушал. Серега моего предка Хирани Кашипу. Он и был Хирани Кашипу вот этот. Это Серега с его уха. Он погиб на коленях этого Нарисимхадева. Да, этот Нарисимхадев стал подняться как Рама. В этот момент Равана стал преданным на несколько секунд. Так, говорит. Потом, нет, 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 это мистические силы, это все обман. Это иллюзия все, это нет. Я не победим. У меня благословение и прочее. Стал готовиться к войне. А в другой части Вселенной там Серега другая лежала. Они в разные стороны разлетелись. Это называется неизвестная Рамаина, эти истории. Я слушал эти лекции, этот монтатовый Прабон рассказывал там всякие неизвестные стороны Рамаины. Там очень много мистики и ее трудно понять на таком уровне. А смотрите, по вопросу может быть что-то нужно прояснить? Давайте. Можно еще раз повторить на вопрос такой, в чем цель животоприношения? То есть мы говорили, просто еще раз и не успел записать. Цель удовлетворить Ягьяшвару. Ягья – это имя Кришны. Ягьяшвара, тот принимает все животоприношения. Одна единственная цель всех Ягьи, иначе это не Ягья. Здесь Прабупада говорит, можно выбрать любой путь, так? Аскезы, Варнаша Мадхарма, безбрачие, семья, что еще? Поклонение полубогам, Браману. Но тогда это будет Ягья, когда мы знаем, кто Я и кто такой Бог, что есть душа и сверхдуша. Тогда это сработает. То есть без Бога не может быть жертвоприношение, так как без желудка не может быть и пищи. Пищи есть, а где желудок? Где желудок? Если нет желудка, зачем пища? Если нет Бога, зачем тогда вся эта деятельность? Куда она направлена? Для чего? Смысл? Поэтому Гита так важна, что она устанавливает, прежде всего, душу и сверхдушу. Потом речь идет о жертвоприношениях, о других путях йоги, о разных путях йоги. Он может знать душу и сверхдушу через жертвоприношение. Это и материальное процветание, и духовное развитие, и то и другое йоги дает. Если человек думает о материальном процветании, то ему рекомендуется поклоняться полубогам, не самому достигать этого материального процветания, потому что полубоги знают о Всевышнем. А он не знает о Всевышнем, поэтому ему не рекомендуется самому без, независимо от полубогов это делать. Это не будет материальным процветанием, это будет ад. Если не будет йоги, здесь ад создается. Каждый убивает другого за свою собственность, это ад. Поэтому полубогам рекомендуется, потому что они знают Всевышний только по этой причине, что должен в Всевышнем в итоге получить то, что мы делаем. Ягешвара, все йоги для него, доктором йоги, это по сам сорвалокам Ахешвара. В пятой главе говорит, это формула мира. Это счастье, процветание, это формула мира. Как можно поклоняться полубогам, если ты их тоже не знаешь? То есть для некоторых полубоги это то же самое, что и боги. То есть ты не знаешь ни бога, ни полубога. Как поклоняться полубогам? Нет, это не требует знания полубогов. Шастра говорится просто об этом. Есть материальное желание и соответствующий полубог есть этому желанию. Вот как говорится. Это ты что-то, поскольку хочешь что-то получить, ты узнаешь об этом полубоге и в Пуранах, допустим, в каких-то разделах вед и делаешь тяги для него. Например, если вы идете к министру или к какому-то чиновнику, вы можете не знать его лично, но у вас есть желание, есть прошение, есть заявление, вы пишите формально чисто, приходите, у вас деловой разговор. На основании вашего желания вы общаетесь, не на основании того, что вы хотите понять, кто это, как его зовут, где живет, какая у него форма, окружение, деяние и прочее. Нет, нет, об этом речи нет, просто у вас есть определенное прошение, есть официальные службы полубоги для этого, но они связаны с Богом уже. Они что-то знают о его форме, его имени и прочее. Они способны передать ваше прошение туда. Министерство передает в конце концов царю или закону, секретариату. Без его санкций это не обходится. Вы говорите, что наши знания равны тому, насколько человек способен прославлять Бога. Прославлять – это раздавать, конечно. То есть, если мы не раздаем, значит, мы не обладаем знаниями хотя бы теоретически. Прославление – это некая форма осознания его величия, восхищения, так скажем, эмоционального восхищения. Насколько человек восхищается качественным Богом, настолько он продвинут. Мы можем исключить эти качества, прочитать о них, это интересно будет. Но мы должны научиться еще чувствовать расу восхищения. Он удивительный, он Кришна, он всепривлекающий. Это раса. Раса восхищения. Как он понял, Холм Гвардхан, защитил жителей Риндавана, мы должны восхититься этим. То есть, не обязательно это в милости, иногда это может оставаться и внутри. То есть, не обязательно кому-то рассказывать про это, но достаточно, если это внутри, мы чувствуем это. Мы восхищаемся в сердце, да, безусловно, прежде всего в сердце. Но когда мы описываем эти качества Кришны, мы можем чувствовать это восхищение в сердце. Он может пробудиться. Садана Бхакти пробуждает вкус этих игр. Значит, что мы духовно растем. И значит, что человек преданный, если вкус к нему этот приходит. Если он при всей садана Бхакти, при посвящении, при изучении шастры так и не чувствует вкуса, возможно, он непреданный. Садана Бхаранова. Ты говорила, что помимо того, что цель дядя не только приготовить Кришину, еще и обвести принцентно знанию в комментариях говорится. это самое трудное ягья постоянно воспевать Байстан Сарасвати дайте объявление в Калькутти что можно бесплатно кормить человека и дать ему жилье если он придет в наш храм будет воспевать 64 гургога мантры каждый день все объявление дали в Калькутти никто не пришел я помню у нас была попытка сделать 24-часовой киртан нет даже не 24-часовой а дневной киртан значит сразу после просадов начинался и до Гавра-Арати ну целый день это храм был в Петербурге у нас построенный и несколько четверо четверо брамачариев были большими энтузиастами сказали мы будем делать это то есть не нужно на санкиртану никуда не нужно только садитесь и спойте все и будете есть и петь спать есть петь спать есть петь спать есть петь все их воспевание продолжалось три дня даже меньше как это было четыре человека сидели и пели я смотрю поют красивые мелодии перебирают там гармонии все звенит здорово как они придумали целыми днями петь халикаричную на другой день смотрю одного нет все одного не значит но каратал мирин 9-го картой сидят но петь можно значит значит потом вот нет не было барабана уже барабана не было караталы были и гармонь потом не было уже ни каратал ни барабана была гармонь и этот синтизатор включал барабан он пришел какой то и караталу тоже и тампуру Вот. А потом просто Киртон включал на магнитофоне и ушел оттуда. Так это было. Мы смеялись потом всем храмом. Трудное дело. Трудное ягья. Не так просто, как это оказывается. Три дня все. За три дня все кончилось. На самом деле это трудное ягья. Нелегко это. А с чем связано? Желание? Нет, это только имея вкус можно осуществить такой ягень. Круглые сутки. Считаешь, что у тебя уже личное отношение с Кришной. Кришна очень разнообразен. С Ними соскучишься. Если ты так охвачен сознанием Кришны, ты можешь постоянно петь. Мы сейчас проходим на тему, и там в комментариях он пишет, что приводит пример царицы Тонти и ее и второй жены, что она после смерти мужа одна жена пошла на костер, а Трица Тонти осталась воспитывая детей. И там вот этот пример проводится в королеве на санологии Гуру и ученик. Пишется, что ученик тоже также должен либо во что бы то ни стало выполнять миссию Гуру, либо там даже так написано либо умереть. Как? Да, там так. Как, как, повтори? Как? Умереть. Умереть? Вместе с Гуру, если Гуру остались. Так ты на костер собралась или что? Какие твои планы? Расскажи мне. Я бы там заинтересовалась и думала, почему не говорят об этом, когда это самое, ну, не знаю, до инициации? Не предупреждаю. Чтобы не распугать учеников. Если мы сказали, что все сожгем на инициации, никто бы не пришел, верно же? Ну, ты придумала вопрос интересный. Только я не понял, в чем вопрос-то? Никто сжигать никого не собирается. Никто сжигать не собирается, успокойся. Не надо об этом говорить вообще. Каждый занимает служение посильным, так говорится, посильное преданное служение. Он, например, одобряет вот этот план, который не было раньше. То есть, ты запланировала по коже, я понял. что ж ты сделаешь, интересно посмотреть. Сама не знаешь, не знаешь, что сделаешь. Я так и вижу, что сама не знаешь, что сделаешь. Не читайте много книг. Вот, четвертую главу Бхагавадгита изучите, и достаточно будет. Но это то время описывается та культура. Сейчас, я думаю, другое время. Что-то Попер пишет, что в 36-м году он был свидетелем, как жена пошла в костер. Опять про костер, что-то с костром у тебя нелады какие-то. Может, в прошлой жизни тебя сожгли, я не знаю. Так боишься костра. Я не поеду. Готово. Так, какие еще вопросы? Погнал, если человек вернулся к идеальным наслаждениям дальше, я так понимаю, это из сознания Кришны как бы он одолелся, то он ничего не теряет, а продолжит в следующей жизни. Ничего страшного нет, если человек уходит осознание Кришны без оскорблений, но если он падает, это немножко другое. Вестан Сарасвати плакал, когда один саньяси, за ним жена пришла его и увела, и он плакал, потому что саньяси пал. Другое. Это хуже. Если человек просто ушел, чувства его увлекли, не совершил оскорблений, он восстановится когда-то, продолжит. не успел так же продолжит. Нужно избегать оскорблений. Он может не отказаться духовному учителю, просто он как бы слабеет, духовно не способен, чувствует, что следует больше обетам, но он не отказывается от гуру и не противопоставляет себя этим вещам, он ничего не потеряет. А если он все-таки дал обет повторять и уходит, и не повторяет, то он если не способен, да, я про это говорю, он восстановится рано или поздно, как бы, ну да. А в том случае, если человек как бы оскорбил, то это хуже? Если он ушел с оскорблением, то он может быть 600 жизней занять обратно. Никто не знает, что там будет. Это плохая вещь. То есть, в таком участке никак не было. 600 жизней не так много. Для нас много выглядит. 600 умножьте на сколько там лет? Ну, средний на 60. Сколько получается? 3600? Ну, еще время есть. Значит, 10 тысяч лет все это будет продолжаться, еще время есть. То есть, если эти, ну, вот это последствия скрепления, оно уже в этой жизни начало резко проявляться? Ну, то есть, там, без здоровья, все, как бы, человек просто идет вниз. Не исключено так же, что человек может раскаяться в какой-то момент и все это сократится. А если после раскаивания не будет? Ну, карма должна как-то же все равно сжечь время, нужно. Но раскаивание сократит, несомненно. Повинно голову меч не сечет. Много грешников сейчас переходят в сознание Кришны раскаивавшиеся людьми, они практикуют хорошо. Кришна по-разному проявляет себя в соответствии с желаниями. он так же проявляется перед материалистами, как вот эта вселенская форма, которую мы видим, как стихии, затем, как понятие родина, к которому человек привязывается, или семья, дети, жена, это проявление Кришны тоже, иначе мы бы не привязались к этому. Они должны привлекать нас. Привлекательность это от Кришны. Он по-разному себя проявляет. Но это все именно его энергии. И мы видим энергии, но не видим Бога. Но это его энергии. Вот мы изучаем этот момент. А перед преданным проявляется непосредственно сакша-адхаритвина, через гуру, через ващнау, через святое имя. Иногда сам может бхагаван своя. Так же. Но это все проявление Кришны тоже. От желания зависит, с чем будем общаться, как будем общаться, с Богом. Это все. Общение с Богом тоже. Можно вопрос задать, а вот в наши дни, он такой глупый немножко. Вы сказали, что иногда Бога, помимо духовного учителя, сам проявляется в нашей жизни. Это можно ли, например, наслаждаться как правительство охраны, или как это происходит у нас в жизни, начинающего проекта? Или вообще это невозможно в жизни, начинающего проекта? Святое имя, это личное проявление, благодарность? Начинающий преданный понятие очень относительное, потому что мы не знаем прошлой жизни. Он может быть здесь начинающий преданный. Когда пришел Горгавинда Махарадж, он был начинающим преданным, но он вырос, где-то около 40 лет пришел в Сынане Кришны, уже как бы так поздно. Но он пришел из вашнадской семьи с детства, поэтому Прабхупада сразу доверил ему какие-то саньясу, быстро дал и прочие ученики. Старшие сказали, он уже младший преданный, говорит, нет, нет, мы младший преданный, он практикует с детства. Еще и с прошлой жизни понятие очень относительно, кто младший, кто старший преданный. И говорится, что в определенных отношениях со святым именем преданный может чувствовать касание Кришны к себе. Мы однажды были на Радакунде давно. Парикра, мы с Динабанту пробовали, мы были на Радакунде. Это была весна, Говора Пурнима, и дерево Тамала распускалось. Такие были нежные листья весенние. Такое время было тонкое для чувств. И он рассказывал о том, как Ачария описывает касание Кришны. Как они чувствуют, воспевая святые имена, как Кришна касается их тела. Говорит, подобно, нежное, подобное этим молодым листьям дерева Тамала. Говорит, потрогайте всем, подойдите к дереву, потрогайте, примерно вы сможете понять, как Кришна касается тела преданного. Сильная самскара осталась у нас. То есть преданный может тоже дать почувствовать. То есть есть много способов, как осознавать Кришну. Если мы сами непосредственно не можем, то есть много способов, как Кришна наделяет нас этим знанием. Поэтому ващнавы очень ценные, особенно старшие, от которых мы получаем реализацию быстрее. Мы не стремимся сами, сами все познать, это невозможно. Через ващнавов это легче намного. Это авторитетный путь. Но Кришна может проявить себя перед любым человеком. Дуретхан видел Кришну перед собой и даже видел вселенскую форму, но другую. Именно когда Кришна пришел устанавливать мир, переговоры мирные установить. И Дуретхан хотел пленить его, помните? В плен взять, захватить Кришну, потому что, говорит, вся сила пандов от Кришны. Он хотел пленить Кришну, и тогда Кришна показал вселенскую форму, которая защищала его, небольшую. Дуретхан испугался, а потом подумал, что-то мистические силы просто не поверил, не продолжил свою политику. Кришна может провести себя перед кем угодно, по-разному. Может быть, еще вы не видите его с флейтой, но вы видите как-то по-другому. Все равно. Но несомненно, что мы видим Кришну постоянно в практике, так или иначе. Особенно, что касается воспевания святых имен. Каждый день, если вы внимательно мантру повторяете, вы общаетесь с Кришной. Это факт. Подносы. Мы обсудили все важные вопросы, так, по четвертой главе? Потому что уже потом будет пятая глава у нас завтра. Да. У нас тут есть вопрос про духовного учителя. Процесс обучения у духовного учителя и три аспекта его. Этот процесс имеется в виду, что учитель придет знания полученной парампуры? Да, так же. Но процесс в 34-м тексте. Тадвитхи, пранепатию. Процесс – это почтение, попрошение, служение. Вот эти факторы. Вот это метод обретения знания. Процесс обретения знания. А это не аспект? Это не аспект? Потому что здесь говорится какой процесс обучения у духовного учителя, каковы эти аспекты его процесса? Вот, вот. Пранепат, перепрашно, слева. Вот, это имеется в виду. Вот он метод. Да. Это то, что описано в 4-й главе. Другого мы не читали, так ведь? Именно этот текст, 34-й текст. Или мы читали еще что-то? Нет. Ну, значит, это ответ точный должен быть. Там бывают сложности с вопросами. Просто переводили два вопроса, какой процесс, и потом, какие аспекты этого процесса, как бы. С английского переводили вопросы. Можете уточнить у того, кто вопрос, можете уточнить. Но, как я понимаю, это именно метод, который указан в 34-м стихе. И еще хотелось спросить в вопросе про жертвоприношения. Это надо все, как бы, все, как, я не понимаю, как их надо объяснить. Какие типы жертвоприношений описываются вето? Вот мы только что переписывали по пункту. В целом, значит, жертвоприношения это речь, ум, тело. Нет, нет, нет. Мы читали в комментарии. Три типа жертвоприношений это собственность, умом и разумом. Собственностью, телом, умом, разумом. Вот три вида жертвоприношений есть. А способов, как это делать, вот мы перечисляли, да, это и ваха-яги, и безбрачие, и варнаша-матхарма, и аскезы, и йога. Вот различные есть типы жертвоприношений. То есть цель яги именно занять ум и разум и материальную собственность, вопрос идет о вожделении, освобождение от вожделения. Через яги мы так освобождаем свой ум и разум, предлагая все Всевышнему, от себя отдаем. Так мы освобождаемся от своих желаний материально. Это суть яги. вы еще должны полистать будете эту главу просто стихи в связи с тем, что вас интересует, посмотрите в стихах эти ответы. Еще прочитать эту главу нужно будет. Не усложняйте ее, думаю, нужно все просто понимать. ничего сложного нет. Принцип ягья либо полубогам, либо браману, два главных типа, полубогам, браману, или служение Кришне третье непосредственно. Вот три в общих чертах все можно на этом. И детали, если хотите, можете дополнить. Полубогам в третьей главе рекомендовано было так, Верховному браману следующий и непосредственно служение Кришне. Преданность пробуждается, если это преданный. Если не пробуждается, значит, у него другие намерения какие-то. Хорошо.